Доброго времени суток. Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к популярному мессенджеру Telegram. Дело в том, что Telegram наотрез отказывается передавать ФСБ России ключи, при помощи которых можно дешифровывать и читать сообщения пользователей мессенджера, а ведь по закону Telegram обязан это сделать. Суть иска заключается в ограничении доступа к интернет-мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации, то есть у его блокировки для жителей России. В суд Роскомнадзор обратился по просьбе ФСБ, которая не получила ключики для дешифровки. Юрист Telegram, Павел Чиков, руководитель организации Агора, которая представляет интересы мессенджера, заявил, что Telegram считает требования ФСБ неконституционными, не основанными на законе, а также технически и юридически неисполнимыми. Позиция защиты пока что детально не определена, так как юристы Агора еще не получили исковое заявление. Следовательно, пока непонятно, на какие нормы ссылается Роскомнадзор. Заблокирует ли Telegram в России? Разумеется, раньше времени ничего точно говорить нельзя, но есть несколько фактов, которые могут подсказать, что все-таки случится в суде. Во-первых, Telegram уже подавал иск в Верховный суд с требованием признать незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей дешифровки сообщений. Telegram настаивал на том, что этот приказ противоречит законодательству. ФСБ же настаивало на том, что переписка в мессенджерах – это не та, охраняемая законом тайна, для доступа которой нужно обращаться в суд. Иск в итоге был отклонен, то есть Telegram проиграл. Во-вторых, если вы следили за громкими судебными делами и сомнительными с точки зрения Конституции законопроектами, то, вероятно, заметили, что интересы обычных граждан, их права и свободы – ничто. Если нечто было задумано сверху, то это нечто будет реализовано любой ценой. А может Telegram сдастся и все-таки передаст ключи для дешифровки сообщений ФСБ? Основатель Telegram Павел Дуров, представители и юристы мессенджера не раз говорили о том, что, помимо всего прочего, это невозможно технически. Ключи шифрования секретных чатов генерируются на клиентской стороне, то есть на устройствах пользователей – смартфонах, планшетах, компьютерах и так далее. А сами ключи шифрования постоянно обновляются. А как думаете вы, заблокирует ли Telegram в России? Пишите в комментариях.